всем привет давайте мы сегодня вместе с вами сделаем что-то с этими цветочками я сделала такие цветы и они у меня долгое время лежали в полочке я не могла найти им применение также в полочке у меня лежал вот такой вот ободок и пришло время и я решила создать такую композицию на этом ободочке тем более что красный синим очень красивое сочетание и вместе с вами сейчас мы будем собирать вот такой ободок что нам понадобится нам понадобится три таких цветочка с круглых лепесточков я вам сейчас покажу как они делаются ободок 3 фетровые кружочки кружочка 2 сантиметра мы их просто сюда сейчас приклеим для того чтобы на наш ободочек их посадить затем я брала такую вот серединочку маленькую синенькую красивенькую я думаю что будет красиво смотреться так таких 3 серединочки так как у нас три цветочка и помимо всего этого я хочу сделать из такой вот ленточки плюс ко всему еще бантик снизу ленточка это 25 сантиметров 5 сантиметров шириной и 25 сантиметров длиной и может быть я еще пока не знаю мы вместе с вами будем решать думать так ну ленточку чтобы бантик наш обвернуть я не знаю сколько тут понадобится я сделаю из ленты просто может быть у вас есть один сантиметр просто в бобине синяя ну то есть как вам нравится и возможно у меня есть кусочек еще шины такой остался может быть шину применим сюда я не знаю как дело пойдет я еще не делала этот ободок поэтому мы будем делать его вместе с вами и что нам для этого понадобится нам понадобится клеевой пистолет купила кстати себе новый клеевой пистолет всегда хотела с кнопочкой чтобы можно было включить выключить потому что у меня есть такой вот пистолет керн или керн я не знаю как правильно строительном магазине мне муж купил он как бы хороший пистолет но он у меня течет и я не знаю что будет с этим здесь нету кнопочки то есть здесь хоть еще и выключать можно хорошо если есть удлинитель с выключателем то можно там было как-то выключать так буду пробовать не знаю видела просто много мастер-классов где использую такой пистолет попробовала попробую не знаю что из этого получится ну постоянно проблема что клей течет как-то не знаю так пинцетик нам понадобится зажигалочка ножнички ну что приступим сначала я вам покажу как делается этот круглый лепесток и я просто беру обычную ленточку то есть даже не из красного цвета буду показывать вам абсолютно с другого цвета ленточку я уже не один раз показывал эти кругленькие лепесточки так еще раз покажу сейчас потому что суть нашего мастер-класса сегодня это собрать ободок цветочки могут быть абсолютно разные так обрабатываю края зажигалочкой так и еще для бантика кстати да нам понадобится иголочка с ниточкой и еще куда-нибудь мы приклеим обязательно такую бирочку и так поехали значит круглый лепесточек слаживаем ленточку нашу пополам затем еще раз пополам и дальше берем пинцет и ложим наш пинцет как бы на угол наискосочек вот так поднимаем нижняя края вверх чтобы ровненько было вытаскиваем пинцетик ложим пинцетик параллельно нижнему нижней ленточкой сложенной опускаем края вниз затем берем пинцетик ну и сложим его уже там как угодно и нижние края выравниваем и поднимаем вверх давайте еще раз покажу можно принципе все делать пинцетом так чтобы ровно все было и так это получается у нас такой кругленький лепесточек естественно краешки мы обрезаем вот здесь отпаливаем за жевалочкой берем пинцетик обязательно используйте пинцет потому что у меня первоначально была такая проблема я начинающий канзашист поэтому наверное это проблема всех начинающих кто начинает заниматься канзашем постоянно вот так вот припаивала себе пальцы потом шуршавые были научилась решила теперь все время использовать так и край обрезаем все время использовать пинцет потому что иначе это не дело так а здесь просто над огонечком подержать все наш лепесточек готов так на каждый цветочек мне понравилось понадобилось по 6 лепесточков оно кстати классно собирается уже из питье ну так как я наделала много уже этих лепестков думали делаю пусть будет 6 цветочек из 6 лепесточков он красиво смотрится и если там будет 5 дальше мы с вами будем собирать бантик бантик очень простой самый обыкновенный намечаем серединку внахлёст накладываем наши кончики один на один чуть-чуть слегка внахлёст так и будем наш бантик сшивать так ленточка это у меня какая-то мягкая мне очень нравится делать бантики именно из жесткой ленточки когда она ну не совсем конечно деревянная но жесткая тогда удобнее получается работать с такой ленточкой не знаю мне по крайней мере удобнее может быть что-то лучше с мягкой но мне понравилось когда такая средняя жесткость ленточки поэтому сейчас если есть возможность покупать и видеть ленточку то конечно на ощупь так собираем наш бантик так сейчас я его соберу так ну вот собрала я бантик так теперь примерю мою эту штучку так где-то так надо отрезать и припаяю я несколько слоев сложными так и приклеим так ставлю небольшую капельку клея так в принципе уже как бы бантик неплохо выглядит да ну мне кажется сюда неплохо будет пустить шинку так ну мы потом это сделаем сейчас я выровняю все так и шиной что мы сделаем шиной здесь у нас как бы есть такие ниточки я их чуть-чуть буквально так здесь чтобы у нас не деформация не произошла я просто возьму и очень близенько обрежу чтобы мне не надо было зажигалочкой работать потому что она деформируется и потом будет очень некрасиво проводится буквально вот так даже чтоб не трогать ничего так и приклеим все таки нашу шинку сюда я думаю что без неё нам не обойтись все таки намного бантик красивее смотрится когда на нем будет шинка так нанесу клей так ну сейчас я приклею в принципе вернусь так ну вот смотрите какая красота у нас получилась дальше что я буду делать а дальше я буду сбрызгивать этот бантик лаком для того чтобы он у меня красивенько стоял для этого я придаю ему форму вот он уже красивенько у меня стоит и просто беру и сбрызгиваю лаком самым обыкновенным лаком я живу в беларуси и нас обыкновенный лак это билета вита тут я даже сверхсильной фиксации самой сильной фиксации в общем берем со всех сторонок вот все пока он у нас будет высыхать мы будем собирать наш ободочку так я естественно на ободочке отметила где буду приклеивать бантик вот поэтому так работаем с цветочками я приклею здесь у меня немножечко буквально отходит лепесток сразу же это дело в начале пути надо поправить чтобы все было у нас как положено так и сразу же буду приклеивать на фетро чеку на каждый цветочек я сейчас просто приклеиваю фетровую основу поэтому я думаю не стоит вас задерживать задерживать ваше внимание я отключусь приклею и так ну вот фетровой основки я уже приклеила так значит теперь будет приклеивать наши цветочки так где лишний клей пока он еще тепленький его можно убрать так тут уже дальше не принципиально как наклеивать то есть это уже как угодно это можно чтобы одинаково например было наклеено можно примерять видите этот тоже клей течет течет но по крайней мере тут есть кнопочка не знаю где приобрести такой клей который бы не тек пишите в комментариях если вы знаете ответ на этот вопрос это наверное вопрос любого кто занимается камзаж так теперь будем наши серединочки приклеивать наносим клей так вот такие цветочки получаются классные скоро будем клеить бантик так ну вот наш бантик подсох теперь я думаю что нужно его приклеить он стал более такой дубовый вот хорошо держит форму и приклеиваем его вот так вот я думаю что очень даже он здесь неплохо правда будет смотреться или лишнее как вам кажется с бантиком или без хорошо и так и так в принципе хорошо правда мне кажется с бантиком наряднее поставьте пожалуйста свои лайки оценочки по пятибалльной системе так еще думаю сюда так еще думаю сюда приклеить приклеить так сейчас посмотрим так наносим клей приклеиваем наш бантик так так теперь можно и пирочку приклеить так 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 ну вот и все вот наш ободок готов если вам понравился мой мастер-класс если вам понравился мой ободочек ставьте лайки не забывайте подписываться на канал всем пока пока